первая зона френеля первая зона френеля как мы рисовали на лекции дает вот такую амплитуду колебаний если мы разобьем на две половинки внутреннюю половина зоны френеля и наружная и с внутренней будем что-то делать то у нас останется только наружная половина зоны френеля это будет амплитуда наружной половина зоны амплитуда внутренней будет вот такая когда мы два вектора такие сложим мы получим результирующую амплитуду всей зоны френеля амплитуда внутренней половины а внутренней половины зоны френеля чтобы у нас получилась максимальная амплитуда мы должны этот вектор развернуть 90 градусов так чтобы он совпал по направлению с этим внутренней 0 5 и тогда получим максимально два луча один из них проходит расстояние сей это стекло а второй проходит расстояние внутри стекла эль минус аж а в воздухе расстояние аж разность хода оптическая определяется как длина геометрического пути и множество показатель прилавления стекла очевидно что она будет больше поэтому из нее было читать для вот луча который прошел через вы руку потому что для него внутри стекла путь длина пути будет вот такая и кроме того будет длина пути в воздухе умножить на единицу если мы сейчас раскроем скобки или на н с плюсом или на н с минусом у у нас останется х аж умножить на н минус х если мы вашего не 7 за скобки здесь останется минус 1 если мы захотим посчитать разность фаз то мы должны будем разность хода поделить на лямбда в воздухе и умножить на 2 пи мы хотим найти вот окна дельта оптической разности хода будет у нас 2 пи деленное на лямбда с нуликом х на н минус 1 и эта величина для того чтобы фектор повернулся на 90 градусов должно быть равна пи пополам отсюда мы находим аж у которых будет равна лямбда с нуликом двойка двойка будет в знаменателе и н минус 1 тоже будет в знаменателе